Но я же знаю, что ты мой, не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь, пойми, что я твоя. Здравствуйте, это Зойкина квартира, и сегодня я вас приглашаю, не поверьте куда, а сегодня я вас приглашаю в нашу ванну. А что мы сейчас будем делать там, я вам сейчас покажу. Вот такой вот у нас аквариум, ребята. Он у нас стоит прямо рядом с рафлами. Ну, понятно, там у нас куча чубиков всяких разных стоит. Сюда мы уже поставили в это разу тазик, в который будем складывать водоросли. Водоросли у нас были все сначала натуральные, но поскольку от них и рыбки болели, мы их все заменили и купили искусственные. То есть вот все, что вы сейчас видите, это у нас все искусственные водоросли. Вот смотрите, аквариум достаточно грязный, водоросли уже тоже грязные. Да, рыбки собрались наши. Ну вот, сейчас мы расскажем, чем мы будем. Для начала нам понадобится скребок магнитный фирмы Tetra, большой, MCL размера у нас. Он очень удобный, его можно отсоединить с обратной стороны стекла, и он улетит вверх, как поплавок. Дальше мы берем скребок с лезвием фирмы Tetra, GS45 у нас. Он очень удобный, его можно и фильтр почистить им, и в общем все стекла в тех местах, в которых недоступны, потому что у нас, например, один грот очень близко стоит со стеклом, нам не прочистить его. Дальше нам понадобится кондиционер вот такой. Ну, кондиционер можно купить любой, и витаминки, витаминки для наших рыб. Каждую неделю мы добавляем обязательно туда витамины, в воду. Меняем мы 30% воды раз в неделю, обязательно, да. Водоросли у нас сейчас достаточно грязные, потому что мы уже 2-2 недели не мыли аквариум. То есть обычно мы моем раз в неделю. И вот есть у нас такая замечательная, просто шикарная, классная штука. Это называется сифон для аквариума. Он электрический, он подключается к электричеству, он прекрасно вычищает, в общем, весь грунт. И фильтр всю грязь выводит, остается это все внутри. Сейчас мы вам подробно об этом покажем и расскажем. Он, конечно, не дешевый, но вот такой вот замечательный. Ой, Семик, Семик у нас там сидит, дорогой мой Семик. Классный. Вот. Значит, первым делом мы достаем водоросли наши и их отправляем, в общем, в тазик. Вот Марат сейчас достает водоросли искусственные. Их надо, в общем, тщательно, аккуратненько промыть. Значит, водоросли у нас были разных фирм. В итоге остались тоже фирмы Тетра водоросли. Ну и, конечно, мы вынимаем два грота и обязательно их тоже, в общем, чистим и моем. Вот, видите, они у нас в ванне стоят сейчас, как раз и верхняя крышка, которая от аквариума тоже, она моется. Дальше вот Николай как раз вот этим магнитным волшебным скребком сейчас чистит боковые стенки аквариума. Ну, в общем, замечательная, классная вещь. Я говорю, вот у меня в детстве тоже были рыбки. Если бы были такие магниты раньше, это, я не знаю, это прямо облегчило бы нам всю жизнь. Я помню, мы мучились какими-то дурацкими скребками. Ну, совершенно, ну, совершенно просто дебильными. По-другому их не назвать. Там лезвие просто какое-то ненормальное вставлялось. В общем, ничего удобного в этом не было. Сейчас и скребки классные, в общем, были бы только у вас деньги, да. Ну, и, конечно, ваш, ваш, ваш труд. Вот Николай взял обычный скребок. Им надо работать очень аккуратно, потому что можно поранить рыбок. Надо смотреть, чтобы они не подплывали, потому что там буквально там можно чуть чиркнуть. Особенно, ну, в общем, короче, его лучше возить прямо по стенке аквариума. И поднимать, когда вы его вынимаете, прямо ровно по стеночке аквариума. Вот такой вот замечательный у нас сифон, который все чистит, да, как мои ребята называют. Это пылесос для аквариума. Значит, вот эта вся грязь уходит, вот видите, вот в этот белый фильтр. Значит, фильтр там был сначала родной, но мы купили обычный поролон, который тоже продавался, в общем-то, в аквариумном магазине. У нас рядом аквариумный магазин, рядом с нами недалеко магазин Аквалого. Замечательный совершенно магазин, там прекрасные товары. Нас все устраивает, там прям на любой вкус и цвет, прекрасные продавцы. В общем, обычный просто поролон, и мы туда его вставляем, и потом просто выкидываем, чтобы нам не морочиться и не мучиться. Аквариум теперь чистый. Полюбуйтесь, посмотрите. Фильтр мы тоже промыли. Промывается он тоже в аквариумной воде, ни в коем случае не в проточной, чтобы рыбки не болели, и никакие бактерии, микробы, чтобы там, в общем, они присутствовали, чтобы не нарушить флору аквариума. Все, водичку поменяли, все обратно запустили, все там чистенько, аккуратненько, теперь, в общем, там чистота и красота. Смотрите, барбусики там у нас разные плавают, сомики. Ну, это я вам поподробнее в другом видео расскажу уже. Позову Колю и попрошу его подробно рассказать. Ой, кто-то там спит у нас. Значит, вот так интересно, они спят, рыбки. Они когда спят, да, они на одном месте просто там так, чуть-чуть так подвиливают своими там плавничками, хвостиками. Вот, смотрите, да, вот там две рыбки спят. Розовые наши, розовые рыбки. Та-ра-рам. Две, вот так они спят. Интересно, да. Вот одна уже проснулась куда-то, вот справа. Да. Ну, вот такие вот они замечательные, очень красивые. Прям зона, зона релакса. Конечно, это требует большого труда. Поначалу аквариум мыла я. Сначала всем занималась этим я. Но потом мы решили купить собак, да. И договорились, ой, барбусики наши. И договорились с мужем, что теперь аквариум плавно перетекает в его мужские руки. Поэтому теперь это его проблема. Вот. Ну и Кольна, конечно, да. Так что вот так вот. Был у нас второй аквариум, но там, к сожалению, там у нас погибли рыбки. Осталась всего одна. Ну, так получилось, да. Они там, в общем, пиццелия родила, расплодилась. И, в общем, там перенаселение произошло. В общем, ну, в общем, что случилось, то случилось. Коля их лечил, у него там куча всяких лекарств. Ну, в общем, не знаю. Тоже современные рыбки тоже, они очень не болеют. Надо лекарств им современные покупать. В общем, все это тоже сложно и тяжело. Вот. Ну, вот такая красота. Я думаю, что... Нет, конечно, красиво. Если у вас есть, конечно, силы и терпение. И много времени. Так что... Вот такая красота. Чудные-чудные мои рыбки. Сейчас я вам включу подсветку, покажу. Одну подсветка у нас, ну, понятная, вот это просто свет, он родной, который был в аквариуме, это лампа. А другой свет я сейчас покажу. Ребята купили на Алиэкспрессе разные лампы. Алиэкспрессе разные лампы. Алиэкспрессе разные лампы. Алиэкспрессе разные лампы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok